На Луне происходит что-то странное. Ученые на Земле провели значительную часть последнего десятилетия, пытаясь исследовать Луну с помощью современных автономных космических аппаратов. Были потрачены сотни миллионов долларов на создание нового поколения лунных посадочных модулей. И в основном все, что у нас есть в результате, это все более разрастающаяся свалка сломанной космической техники, разлетающейся по поверхности. Вот в чем проблема. Но возможное решение все же есть. И оно, возможно, придет из того места, откуда вы не ожидаете. Начинаем мы из прошлого. Был 1967 год. Космический аппарат Саюер-3, запущенный НАСА, коснулся поверхности Луны. Это был автономный робототехнический аппарат, использовавшийся для подготовки почвы к будущим миссиям Аполло. Для своего времени это был передовой технологический комплекс, но глядя назад, можно сказать, что посадочный модуль использовал вычислительный компьютер с мощностью, соответствующей научному калькулятору. И посадка прошла не особенно гладко. Но тогда это было передовое достижение. А сейчас? В июне 2025 года японский лунный аппарат с названием Resilience приблизился к Луне. На этот раз, спустя почти 60 лет, космический корабль оснащен современными компьютерными системами, микрочипами и лазерным сканером высоты, который способен измерять точное расстояние до поверхности Луны с точностью до доли миллиметра. Опять же, посадка не была гладкой, но уже далеко не успешной. Resilience врезался в Луну с… силой, достаточной для того, чтобы оставить кратер шириной 16 метров. Компания iSpace, которая создала этот посадочный модуль, обвинила в случившемся лазерный дальномер, заявив, что именно он стал причиной аварии. Должен был начать измерение расстояния до Луны с высоты в 3 километра. Но на самом деле он активировался только тогда, когда аппарат находился менее чем в 900 метрах от поверхности и все еще двигался со скоростью 66 метров в секунду. Когда компьютер понял, что происходит, он попытался снизить скорость, но было уже слишком поздно. Одна из гипотез состоит в том, что поверхность Луны оказалась менее отражательной, чем предполагалось, что снизило количество лазерного света, отраженного обратно, и запутало всю систему, вводя ее в заблуждение, из-за чего она решила, что аппарат находится выше и не активировала посадочный двигатель. Интересно, что у аппарата Saturn R3 была похожая проблема только с противоположным результатом. Он обнаружил, что поверхность Луны более отражательная, чем ожидалось для радара, измеряющего высоту, что тоже создало путаницу для бортового компьютера. Однако в этом случае авария произошла не на нескольких километрах над Землей, а буквально в нескольких метрах от Луны. Все, что ему нужно было сделать, это выключить главный двигатель и мягко приземлиться. Вместо этого перегруженный компьютер просто завис, не сумев определить, насколько он близко к поверхности. Поэтому вместо того, чтобы просто отключить ракету для мягкой посадки, он продолжал работать, из-за чего Surveyor отскочил от поверхности и взмыл на 11 метров вверх. Затем он снова опустился, все еще с работающим двигателем, и второй раз отскочил от поверхности. И на третьем прикосновении, либо он понял, где находится, либо закончил горючее. В итоге двигатель все-таки выключился, и аппарат застыл на месте. Surveyor 3 отскочил настолько далеко от курса, что оказалось на склоне большого кратера. Но, несмотря на все это, миссия была выполнена успешно. Это тот тип ситуации, о котором вы часто услышите. Как так вышло, что НАСА смогла высадить человека на Луну 6 десятилетий назад, имея мощность компьютеров, сравнимую с карманным калькулятором? А в... В 21 веке у нас все еще возникают трудности с этим. Возможно, наше ностальгическое восприятие прошлого мешает объективно оценивать ситуацию. Мы ошибочно связываем удачу с превосходной инженерией, но также вполне вероятно, что мы предъявляем к современности более высокие стандарты, потому что от людей теперь ожидаем больше. И, честно говоря, не все современные посадки на Луну оказываются неудачными. Но большинство именно так. Продолжая рассматривать пример iSpace, отметим, что это даже не первый их случай аварийной посадки на Луну. В 2023 году они столкнулись с похожей, но противоположной проблемой. На этот раз лазер работал отлично, а вот программное обеспечение аппарата спутало. И снова проблема с высотой. Аппарат думал, что он мягко приземляется чуть выше поверхности и выключил основной двигатель, хотя на самом деле находился в пяти километрах от Луны. Космический корабль упал как камень. Почти как будто Луна каким-то образом сопротивляется измерениям или чему-то еще. Это достаточно странно. И такие ситуации, мол, это проблема, с которой компьютер, каким бы мощным он ни был, справиться трудно. Еще одно неудачное приземление произошло в 2025 году. И оно может дать дополнительные подсказки. На этот раз американская компания Intuitive Machines. И, подобно iSpace, она делает вторую попытку посадки на Луну, опираясь также на лазер для навигации. В результате аппарат упал и оказался на боку, в нижней части кратера на южном полюсе Луны. Он перевернулся не потому, что был по форме похож на холодильник, хотя это тоже могло не помочь, а потому, что вход на посадку был слишком быстрым, и он нес слишком много поступательного импульса, передававшегося вперед, вследствие чего он не просто двигался вниз, но и боковым движением на высокой скорости. Когда аппарат столкнулся с поверхностью, он несколько раз кубарем переворачивался, прежде чем остановиться. Как и раньше, его подвела неопределенность относительно высоты. Он не понимал, на каком расстоянии он находится от поверхности. Тогда руководитель компании Интуитив Машины заявил, что лазерный дальномер столкнулся с помехами и шумом, которые не позволили сделать точные измерения высоты. Итак, в 2025 году две разные компании потерпели неудачу при посадке на Луну, и обе столкнулись с почти одинаковой проблемой. Более того, это, похоже, указывает на более глубокую проблему, вызываемую Луной, загадочной природой ее поверхности, которая уже десятилетия мешает робототехническим исследователям. Или все-таки нет? Потому что в то же самое время имели место вполне успешные посадки, о которых многие, возможно, захотят напомнить. Мы высадили человека на Луну, даже нескольких. Это факт. Но все было иначе. Хотя посадки по программе Аполло действительно включали автоматические системы, они были очень простыми, как мы говорили ранее. Поэтому лучшей страховкой от компьютерных сбоев было ручное управление человеком. Это именно то, на что рассчитывала НАСА. Каждый пилот лунного модуля проходил тренировки на полномасштабных моделях с ракетным движителем. Эти тренажеры были очень опасными. Чуть не погубили Нила Армстронга. Но считалось необходимым, чтобы пилоты могли управлять космическим аппаратом без помощи навигационных компьютерных систем. И это работало. Каждая космическая миссия Аполло приземлялась идеально. Они не всегда попадали точно в цель, но никогда не совершали хаотичных прыжков по поверхности. Мы имеем два метода для посадки на Луну. Один – старомодный, основанный на человеческом мышлении, глаза, уши и инстинкт. И другой – компьютер, использующий измерительные приборы, такие как датчики и ультралустры. Теоретически, второй метод должен работать лучше, поскольку все сводится к числам, и ошибок человека в нем быть не должно. Но в реальности эти системы совершают массу ошибок, и они не учатся на своих ошибках, потому что проблемы повторяются по разным причинам. Все это сводится к одному. Луна странная. Она непредсказуемая. И несмотря на то, насколько мы близки к ней, мы хорошо ее не понимаем. Мы пытаемся использовать оборудование, опирающееся на земные условия, и предполагаем, что оно будет работать также на Луне. Этого не происходит. Именно поэтому человеческие посадки пока что побеждают. Мы несовершенны, но обладаем способностью адаптироваться. Когда что-то идет не так, как ожидалось, мы разбираемся, находим решение. И именно эта человеческая изобретательность, заимствованная для разрушительных условий Луны, в конечном итоге приведет нас к успеху. Даже без человека за штурвалом. Год, когда происходили большие события, связанные с посадками на Луну. И насколько мы можем извлечь уроки из ошибок, также важно учиться у успехов. В марте успешно приземлился аппарат Firefly Blue Ghost. И он использовал интересную методику для достижения поверхности. Blue Ghost был оснащен многими такими же компьютерами и датчиками, как и любые другие космические аппараты. Но у него было что-то уникальное. Навигационная система на базе искусственного интеллекта. Так же, как Нил Армстронг приземлился на Луну, полагаясь на зрение и тренировку военного пилота, этот ИИ делал нечто очень похожее. В отличие от человека, у него был доступ к измерениям скорости и высоты, но, как и у реального пилота, он не слепо доверял числам. Самыми важными элементами для мягкой посадки Blue Ghost были камеры. Его глаза. Он видел Луну, определял безопасное место для посадки и при помощи визуальных данных управлял своим движением к поверхности. Как пилот, искусственный интеллект обучался на бесчисленных сценариях. Он учился на ошибках, анализировал успехи и использовал все это для принятия критически важных решений в реальное время, невзирая на любые странности, которые могла преподнести Луной. Эта концепция относительно новая в космических миссиях, но мы давно используем ее в автономных транспортных средствах. Вспомните автопилоты у таких компаний, как Tesla, Cruise или Vimo. Tesla славится своей опорой на камеры и в системе автономного вождения. Раньше автомобили Tesla были оснащены радаром и сонаром, обеспечивавшими точные измерения окружающей среды. Теперь эти системы заменены на подход, основанный только на камерах. Но много людей не знают, что Tesla все еще использует традиционные измерительные инструменты, такие как LiDAR, представляющие собой комбинацию лазера и радара. Множество изображений показывают Tesla, оснащенную системами LiDAR, используемыми для обучения и калибровки камеры зрения. Если этот подход подтвердится как успешный, Tesla сможет масштабировать свои автономные транспортные средства очень быстро. Но у них есть проблема. Когда ii путается, и у него нет измерений для системы ориентации, он может принимать неправильные или опасные решения в неожиданный момент, что в конечном итоге может воспрепятствовать развитию. Аналогично, система VIMO, принадлежащая Google, использует не только камеры iii, но и меряется с помощью системы LiDAR, радара и сонаров. Этот подход позволил компании занять уверенную нишу на рынке беспилотных такси благодаря сочетанию современных алгоритмов iii и проверенных технологий. Такой комбинированный подход, вероятно, стоит перенести и в космические исследования. Очень легко зафиксировать УЗы на попытке воспроизвести прошлое и не полностью использовать современные технологии. Это также показывает, насколько медлительно на самом деле индустрия космических полетов. Большинство новых аппаратов вообще не используют передовые алгоритмы iii, ведь они разрабатывались много лет назад, еще до появления современных алгоритмов, и компании слишком неохотно вносят изменения в уже существующие системы. Если это звучит знакомо, послушайте руководителей iSpace или Intuitive Machine, и вы услышите, как они много говорят о акционерах и инвесторах, хвалят себя за хороший результат, пока их посадочный модуль разлетается в кучу обломков по всей Луне. Это становится почти безумно. А есть же компания Firefly, частная, ориентированная скорее на результат, чем на капитал. Они идут на острие технологий и добиваются успехов. Конечно, Firefly собирается на этом году выйти на фондовый рынок, и все может круто поменяться. И опять же, мы можем ошибочно связывать удачу с превосходной инженерией, однако у нас есть три посадки на Луну, две провальных и одна успешная, благодаря совершенно другим подходам. Так что вы об этом думаете?